Ведущей нашей работы был Талис Анатольев, учащенник нашей работы. И в ходе нашего туториала мы занимались грамматикой мотива, пытались определить, что такое мотив в том понимании, когда это поможет для нашей работы, и что с этим можно делать дальше. У слова «мотив» есть много пониманий, много определений. Мы выделили 20 чего-то. Первый – это мотив как цепочка событий, например, такие очень интересные, как можно назвать свою жену, множество и т.д. Мотив, который раскладывается на некоторую последовательность событий или нет. И, собственно, то определение мотива, которое мы используем, это мотив как единица повестковательного языка, это определение из книги Севанцева, из примера тех мотивов, с которыми можно работать. Ключевые свойства мотива, на которые мы опираемся, во-первых, вариативность, то есть есть некоторый мотив, который может в разных видах, в разных вариантах претворяться в том или ином тексте. Повторяем, но, тем не менее, это сохраняется один и тот же мотив. И предикативность. Теперь я хотел бы рассказать о том сначала, как мы, с помощью чего мы ищем мотивы, мы ищем мотивы с помощью комитопарции. Это инструмент от Яндекса, который способен обнаруживать по заранее определенным правилам, которые могут включать в себя части речи, конкретные формы частей речи, связи друг с другом, и регулярные выражения, то есть последовательности в заранее определенной форме, для обнаружения их в естественном языке, в русском языке. Ну, здесь у нас есть слайд того, как это работает. Это, как вы можете видеть, определение разных сложностей правил. Вложены друг к другу, может быть, и так далее. В общем, завязано здесь все на части речи, их формах, связи. Я хотел бы уточнить, что мы выполняли эту работу для того, чтобы можно было сделать нечто похожее на большом корпусе текста. То есть найти мотивы в нашем понимании. Ну, мы выбрали четыре мотива. Одну тему, три мотива. Движение, язву, смерть, погоду. Для того, чтобы искать их в тексте, как бы то ни было, нам нужно составить список единиц, которые мы ищем. То есть слова предполагательны. Допустим, здесь приведена часть такого списка для мотива питья, мотива пьянства, как у нас он называется. Вы можете видеть, что здесь есть необходимые существительные, много глаголов, связанных с выпиванием. И, в принципе, достаточно неочевидный мой ряд. Графит, хотя в каких-то контекстах, может быть, и совсем нечем. Грамматики у нас... Далее мы писали для обнаружения титмотива грамматики. Они получают разные сложности, сложности и так далее, объема. Что я хочу сказать по поводу процесса нахождения мотива с помощью нашего инструментария. У него высокий порог вхождения. Ну, проще говоря, нельзя каждому человеку подойти и сказать «Напиши мне грамматики Натальи Парфири». Ну, конечно, поле семьи слов тоже составляет проблему. Не всегда посуда имеет связь с алкогольным чем-то, допустим. Поиск идет в основном в рамках одного предложения. Достаточно серьезное ограничение, на самом деле, но оно пока фундаментальное в рамках нашей работы. Это ограничивает возможности, конечно, восстановления контекста. Ну, и то, что система не умеет обучаться сама, это тоже определенная сложность, хотя как посмотреть на задачу. Я хотел бы представить теперь некоторые элементы. Мы выбрали для приложенного запуска наших грамматик роман «Мастер и Маргарита». Здесь показан график на оси х, на горизонтальной оси которого изображено протяжение романа. Ну, здесь просто он разбит, как и в наших данных, он был разбит на некие страницы, то есть ответ текст по какому-то количеству знак справлено, и здесь частотность мотивов, то есть определение наших мотивов. Так, например, это можно визуализировать. Интересно, допустим, корреляция подключилась на некотором ответе текста по тональности. Вообще, тональность вообще, это данные не наши, это данные из туториала Фавла Ферслаусова, но мы их фанализировать и его так использовали, а наружу не для этого реляции, что где упоминается транспорт, допустим, на некотором участке, в основном повествование имеет более негативное образование. Конкретно это фрагмент полета розорита. Мы видим наложение тональности на слова, обозначающие перемещение транспорта. Кстати, можно на два слайда назад? Здесь интересно, что... Здесь по этому глянку не видно на самом деле. Но у наших промежуточных результатов отражалось, что смех на... Повышение частотности смеха связано с повышением негативности повествования. То есть в Масте и Маргарите мы наблюдаем всего рода такой адский смех, зловещий, безумный, скорее, часто. Например, мы смогли вычленить в такие данные самые ближайшие герои. Интересно, такая пластеризация получается, наверное, с филологической точки зрения относительно того, кто пьет бит и напитки, кто пьет бино. Здесь есть таблица, но на графике, в принципе, тоже все видно. Как я уже сказал, Масте и Маргарите мы взяли для крупных результатов. В целом, этот инструмент может быть использован для других эффектов, других мотивов. Например, этот график показывает Наману Каренину историю закупающего смеха. Или этот график упоминает мотивы смеха, преступления и наказания, который показывает нам некий узорственный и литературный смысл, скорее всего. Мы можем предположить, что у Достоевского смех тоже должен ассоциироваться с какой-то безумной демой. И, как мы видим, она нарастает, нарастает. И далее она идет на склад в таком-то скайле-раскольнику. Материалы всего нашего исследования мы выложили в репозиторию на GitHub. Это ссылка активная, на ней располагается презентация, все графики, все ресурсы. Приглашаем посмотреть. Большое спасибо. — Аплодисменты. — Открышаем. — Большое вопросы. — Еще вопросы. — Еще вопросы. — Скажите, пожалуйста, какие вы, что вы проанализировали в результате? Какие произведения? — Мы проанализировали четыре текста «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Анна Каренина» и «Герой нашего времени». — У нас еще был проанализирован в смысле распределения смеха «Герой нашего времени». Там по идее тоже получилась довольно интересная картинка. Там были такие видны пики частотности Алексея, связанных с «Мастером и смехом». Но там нужна конкретная привязка, какой-то элемент текста у нас отмечается в повышенном употреблении этих слов. Но, к сожалению, такой привязки у нас не было времени сделать, поэтому мы решили этот график здесь не ставить. Потому что когда нужно немножко другое осуществление, там такой вот именно какой-то график, как с «Анной Карениной» или с «Постоплением и наказанием», там не рисуется. Там нужно смотреть более пристально. Но, в целом, этот инструмент, потому что он был опробован на мастеровой галете и дальше применен на других текстах, с возможностью получить какой-то результат, он может быть применен дальше как на отдельных текстах, так и на массивных данных, с тем, чтобы смотреть, например, частотность мотива смеха в разной эпохе, в разных направлениях и т.д. А как вы собирали словари? Словари мы собирали, в первую очередь, используя словари синонимов. Но тут особо сложно, конечно, мы называли слова, например, с мотивом движения, потому что, например, глагол «ти», да, он образует очень много устойчивых сочетаний, которые не имеют отношения к движению, да, но, тем не менее, так вот, да, вот эти форисоматические, конечно, играли плохую роль. Но здесь, конечно, было, ну, и использовали, в принципе, опирались на Росвектор, потому что там можно было смотреть, какие слова включаются в этих контекстах, иногда это позволяло что-то добавить. Но, в целом, конечно, было бы удобно получить самообучающуюся систему, которую, например, предлагала бы исследователю, там, на примере «Мастер Баргарит», это, например, бензин в, да, мотив пьянства, которые, ну, вот, да, словари синонимов никогда, ну, или, там, типа, словари, название у кого-нибудь, когда бензин нам не предложат, но вот в рамках конкретного произведения, да, писье бензин, оно может быть… Ну, и, собственно говоря, да, я бы хотела подвести к этому вопросу. Получали ли мы, как бы, можно было, можно идти, так вот, чтобы, как бы, брать произведения, составлять именно какой-то словарь, и потом вытаскивать ту лексику, которая вам нужна для… для ваших мотивов, и, как мы видели, вот, на примере «Мастер Баргарит», она может быть весьма специфическая. Вот. Вторая история, когда вы пытаетесь что-то сделать… когда вы пытаетесь, значит, что-то сделать специальное, но тогда вопрос состоит в том, что у вас… насколько вы тьюните ваша грамматика. И, как бы, в принципе, история, как эта штука работает, на самом деле, я думаю, она состоит в том, ну, вот, какой-то выверенности, степени ее абстрактности и предложенности к конкретным произведениям, потому что, наверное, они все-таки могут быть весьма по-разному… особенно, там, предыдущие, как передвижение, они могут весьма по-разному… Такая проблема стоит, действительно, и… мы, тем не менее, это абсолютно решаем в рамках текущего инструмента… усложнение грамматики необходимо для того, чтобы пройтись по всему корпусу, допустим. На самом деле, если у нас есть какой-то очень большой массив данных, то такие вот единичные девиации, типа, там, бензина, да, мастер и мазарист, они не будут иметь решающее значение. Поэтому, если наша задача стоит, чтобы проанализировать все тех, кто первый план 19-го века, то мы можем получить определенные результаты, заложив там самые важные значения. Ну, конечно, если мы хотим… ну, чем больше моделизации мы хотим получить… Знаете, в том-то и дело, что, как раз, вот, как бы, мой папа на этой школе состоит в том, что увеличение данных не всегда улучшает качество исследования, к сожалению. Вопрос появился, да. Я хочу сказать про бензин и крон, что вот у нас в Ларисе здесь не было интенсивной скорости, потому что это так, как всегда, купой. Мы всегда много нашли, потому что крон была от вокала, а бензин холебался. То есть не обязательно обратить, как будто мы все какие-то особенные вещи произведения. Так правильно, мотив выражаете ни в одном слове, а где-то он еще выражен. Ну, то есть пока все равно все указывает на другую. Естественно, как бы, да. Это процесс, что, естественно, может создавать грамматику, с некоторыми не заполненной довалентностью, да? Ну, да. Ага. Ну, это да, собственно, если у нас есть глагол «питья плюс любое существительное», то как? Да. Другой вопрос, что существительное, которое мы найдем, оно не добавится в слова, и дальше мы по-нибудь искать не будем. Но если есть как-то, да, там либо прилагательные, либо глагол, либо существительное, которое относится, то это, да, это будет выяснение и, собственно. Сектор надзора у нас правильность вашего обучения выслушает. Да. Вы пытаетесь посмотреть, насколько ваши грамматики точны и полны. То есть, взяли... Ваши научный отзор. Спасибо. Взяли небольшой надзорчик текстом, пару страниц разметить его, даже я очевидно встречаюсь на мотив «пиансовые группы» через вашу грамматию, посмотреть, какие мотивы он выделит, ну, какие русские тексты выделят зря, а какие-то тексты, наоборот, пропустят. Ну, типа шоколировка его... Не пытались. Итак. Это не так. Ну, нет, все просто. Это не так, это слово, это просто... Да, нет, ну, все-таки дело простое. Значит, это же не там, где мы действительно возьмем какой-то текст, потом его различаем, а потом его считаем, насколько получилось, точнее или не точнее. Цифр у нас действительно нет. Минус был, поскольку мы тренировались на конкретном тексте на цифрах, они так постоянно рассматривали, и видели, что там попадается, а что нет. А цифры, типа, полнота, точность, это более обычная работа врачам, чем машина обучения. Это здесь было не так. То есть, опасность переобучения, подмассивная маргарита, у вас в суде не было? Нет, не пугало, потому что, потому что мы понимали, так сказать, что действительно для большего количества текстов нужно еще будет эти форматики потюнить, но дело в том, что на это не было времени, как bandeira рем inteiro на штуке. Поэтому это некоторый издать, конечно, это не то, что в САЗУ встречается, вы делаете журнал. Это некоторые демонстрации. Так, еще раз придется вопрос. Да, у меня вопрос. Вы пробовали нафиг смех и накладывать на тональную систему. Что это будет делать? Как раз смех с тональностью у вас не было. Это был как раз... Можно посмотреть на этот график, правда, на эту графику это не очень ярко. Это было, но это не было презентации. Да, это был случай. Когда, например, данные нафекты были отражены, то есть кредитивная негативная тональность в текстах, и в принципе, все что более негативное, в двух местах четко совпадало. Резкое выделение текста смеха с негативной тональностью. Ну вот, можно смотреть? Да, смех с вражем желтым, негативная тональность с красным, здесь резко поднимаются почки в тексте. И вот здесь есть участок, где за негативной тональностью в тексте следует смех, что может нам и говорить, что это какой-то... Мне кажется, что такие вообще такого рода графики должны все-таки обязательно накладываться на конкретное... Ну, какой-то... ...сюжетный разверт. И на эту тему понятия, да? В воздействии с полетными теоретиками, когда эти движения накладываются... Просто вот как бы... Вот эта вот ось нижняя, да, это как бы типа мы читаем, да? Ну что, конечно. Да, до конца. Если бы здесь были какие-то... ...какие-то риски... ...вот... ...глав или просто даже событий... Это сразу... Это вопрос про легенду, на самом деле. Это вопрос про данные. Их нужно было разместить. Так, уже это было. А это... Это какая-то специальная задача. Нам было предоставлено... ...предоставлено... ...предоставлено Маргариты, ...распитное на странице. Ага. И вот эти страницы... ...как раз отложены по СДИКС. А чему они споставлены... Это... Это не претензия, а это некоторая... ...скорее... ...скорее идея про то, ...как такого рода анализ может быть более... ...интерпретированным, ...чтобы действительно с ним можно было работать. Ну, собственно, я почему бы... ...собразную презентацию не поставили? В итоге поставили фрагмент... ...с полетом на странице, потому что там удалось... ...существует с конкретным фрагментом... ...теста. И это можно подкрыть... ...соторые даты, ...которые действительно... ...надуждаем координат в тесте, ...соотнесение координат данных... ...сюжетов и... ...постраничного... 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 ...это... ...это еще не надо. Так, хорошо. Хорошо, есть еще вопросы? Вопросов больше нет, тогда Боря. Спасибо. Да, вот эта картинка сейчас на слайде показывает, что результатов у нас гораздо больше, чем в вашу презентацию, потому что мы экономили наше время, и туда не все вообще поместили. Но если вы, например, действительно последуете нашему призыву и зайдете в нашу репозиторию, то там масса всего интересного. Там есть и сами грамматики, там есть код на бетоне, который нам помогал конвертировать одни результаты в другие, там есть разные дополнительные картинки, которые, может быть, оказались не настолько яркими, чтобы попасть в нашу презентацию. Наш титориал был про действительно некоторые взаимодействия. С одной стороны, были люди, которые мужественно, совершенно отважно подошли к томите и были готовы на ней написать грамматики, что, как мы уже говорили, непросто. С другой стороны, были люди, которые на это, может быть, не решались пока, но зато хорошо понимали, как устроен язык, как устроены конструкции в нем, которые можно поставить с мотивами, как устроены словари, как устроена реализация мотивов в конкретных текстах. И вот наши люди в нашем истории разделились на несколько групп. Эти группы не всегда взаимодействовали между собой, но всегда внутри одной группы был очень тесный контакт, и это был контакт именно людей родного профиля. И это очень здорово, потому что люди чисто элементарного профиля смотрели на то, как формализуются мотивы, как строятся грамматики, это действительно очень такая формальная штука. И это взаимодействие, на мой взгляд, самое главное в образовательном плане, что есть на школе. На школе это должно быть образовательное. Что касается конкретных результатов, интересных, то мы их тоже, кажется, получили. Это не было, на самом деле, главным. Те графики, которые мы вам показываем, это такой расчет на то, что действительно нужно на каком-то уже человеческом уровне разговаривать. Но это не было нашей целью. Нашей целью было именно поиск мотивов. Действительно, конечно, когда мы работаем на примере материального какого-то текста, то мы себя ограничиваем. Понятно, что если идти дальше, то нужно привлекать какие-то другие тексты. Но поскольку мотив вариативен, но у него есть все-таки некоторый вариант, после внимательного просмотра нескольких текстов, уже вот мы выйдем на это плато, как показывали стилометристы. С некоторого момента, после достижения некоторого количества прононизированных текстов, мы выйдем на то, что ничего нового не добавляется, ничего никого не добавляется. Но сам по себе инструмент, конечно, мощный. Он дает много разных возможностей, но и были у нас с ним разные сложности. Какие-то частичные, которые не удалось решить, например. Но это неизбежно. Так что мы, вроде чего-то добились. Мы добились по разным направлениям. И очень здорово. Хотелось бы всех поблагодарить, кто пришел и кто этим занимался, потому что действительно тут требовалась какая-то концентрация. Но, кажется, и было весело. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А потом еще продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ